Смотрите, то есть стресс — это что такое? Это когда теряется жизненная нить. Вот счастье капает, в жизни капает. Я засыпаю. Почему? Потому что хорошо. Если плохо, там сердце не хватает счастья, человек не может заснуть. Даже просто, чтобы заснуть, ему счастье надо. Счастье идет. Или от собой идти в жизни. Это означает, что цель в жизни выбрана неправильно. Вот, допустим, у меня с мужем все нормально, значит я счастлив. А если не нормально, значит стресс. Это ненадежно. Потому что с мужем иногда бывает нормально, иногда ненормально, как есть тут судьба. В работе много денег иногда, иногда мало. И на это нельзя надеяться. Все фильмы показывают, сказали, что всегда должно быть хорошо на работе. Это не правда. Судьба все меняет постоянно. Но если человек внутренней жизнью живет, то что же по внутренней жизни? Это значит, что рано утром я встал и не побежал на кухню готовить или кушать. А сел возле алтаря. А если нет алтаря, то хотя бы надо повторять, типа настроил хороший. Например, я желаю всем счастья. Этот настрой ведет к победе в жизни. Потому что он отвлекает от себя и дает силу передать другим. Человек в состоянии истинного эго входит. И его сила разум растет от этого. Он становится контролировать себя, начинает. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Появляется сила жизни. Там есть внутренняя жизнь, есть внешняя жизнь. Внешняя жизнь соткана из кармы. Она наполнена желаниями. Что такое карма? Это то, что изнутри выходит. Эти узелки, выходящие изнутри, всегда раздают желания. Сегодня я этого захотел. И завтра кого? Сильный узелок вышел, у нас появилась цель жизни. Каким дом вы строили? Или каким ребенком? Ребенок разочарен не получается. Дальше что? Дальше что? Строится мой хороший. Вот что. А в стресс еще меньше получится. Потому что когда человек строит стресс, у него здоровье сразу начинает страдать. Вместо стресса надо что делать? Надо начинать молитву, наполняться силой счастья. Потому что когда человек наполняется энергией счастья, то в этот момент проходят три этапа его жизни. Первый этап называется спокойствие. Сначала наполняется энергией счастья, центр человеческой жизни. Спокойным ему в жизни становится. Вот здесь находится спокойствие у человека в сердце. Энергия любви становится активной. Когда человек спокойный, он становится также добрым. Почему человек злой? Потому что не хватает энергией любви. Там живут несчастные люди и лекари. На лицо ужасные духы внутри. Только где он не ловится, не растекался. Почему человек несчастный? Потому что он не хватает энергии любви. Когда человек начинает молитву или внутреннюю жизнь, медитацию на источник счастья, первое, что происходит – успокоение. Он чувствует спокойствие в своем сердце. И на душе не случайно светло, и не случайно весело. Ну, то есть, спокойствие постигает человек. Дополняется вот это место сначала. Дальше что туда не отойдет? Дальше человек получает… Все мы говорим о разуме сейчас. Дальше человек получает знания. Когда человек успокаивается, психика успокаивается, следующее, что только у жизни возникает – это знания. Он думает, аааа, да вот ты какой северный аллей! А то он в зале не возникает в его сердце. И он понимает, как лучше жить дальше, что делать. Но пока сердце не успокаивается, понять невозможно. Сердце тревожится, знания не будет. Знание только в спокойном сердце возникает. Если вы ребенку пытаетесь что-то втемяшить в голову с помощью строгости, грубости, он не услышит. Вот если вы ему с любовью скажете, то он услышит. Сначала надо его успокоить, чтобы научить. А потом он начинает понимать. Так же споры истины не рождаются в руках. Если близкий человек успокоился, вы сможете ему объяснить то, что вы говорите. А если вы его напрягаете своими словами, он никогда это не поймет. А почему он беспокоился? Потому что не хватает энергии любви. Мы настолько эгоистичны. Мы всегда хотим энергии взять снаружи. Мы никогда не пытаемся создавать ее внутри. Потому что тот человек, который ее молитвой, внутренней жизнью создает, ему не слишком печалится вообще в жизни. Он всегда удовлетворен, спокоен и обретает знания, в конце концов. Он замудрец он. Но когда человек ищет счастье снаружи, он всегда бегает и мучается. И никогда его не найдет от Отца. Потому что оно зависит от того счастья, которое или приходит по судьбе, или не приходит. Тим образом, человек разумный, который живет в молитве, в внутренней жизни, когда у него волна идет вниз, он просто больше работает над собой и продолжает быть счастливым. А когда у него волна идет вверх, он свою энергию счастья воплощает в жизни. Но не переставая для этого молиться, его волна отсиднее и счастье. Потому что он туда добавляет все изнутренне. Жизнь становится наполненной, сильной в этом случае. Итак, смотрите. У вас, допустим, у кого сейчас стресс. Первое, вы говорите, я не знаю, что мне делать. Я вам отвечаю, делать нечего. Надо садиться, начинать внутреннюю жизнь. Внутренняя жизнь означает бездействие с точки зрения обычной жизни. Ведах есть интересный такой стих. Тот, кто видит действие и бездействие, а бездействие и действие, обладает настоящим знанием и является настоящим мудрецом. Сейчас объясню. Люди... Вот что молиться? Надо идти работать. Люди понимают и не понимают, что молитва – это и есть настоящее действие. Вот, допустим, когда Туряковская битва происходила, то эта битва, она выигралась на самом деле теми, кто сражался там. Она была выиграна Сергеем Радонежским, который в это время не спал, не ел и молился, но когда он почувствовал победу, он лег с папой. Но в телефонах не было мобильных, понимаете? Интернет не было. Он молитвой победил эту битву. И он чувствовал эти события, потому что он жил с сердцем. Мать, интересно, разок мне написала письмо. Это было на учениях. Такое приморное, тяжелое время было в моей жизни. И танковая бригада стояла в лесу. Мы жили в резервных палатках. И это была зима. И я не журил, когда я сидел возле печки железной, в резервной палатке и бросал кроватку туда. И мать мне написала. Я ей не писал ничего, потому что она хотела его обрабатывать. Она мне написала. Сынок, не получаю у тебя писем, увидела словом, что ты сидишь в какой-то купальке, в какой-то тряпочном домике и бросаешь кроватку в железную печку. А кругом стоят кровати железные. Я не пойму, что это такое, объясни мне. Что за сон? К чему это? Она увидела все как есть. Она увидела прямо эту картинку. Она переживала и прямо полностью сконтактировала со мной в эту ночь. Она увидела прямо у меня, где я сижу и что я делаю. Так есть тут сила сердца. Есть внутреннее видение, понимаете, есть внешнее. Когда человек живет глазами сердца, он живет в молитве, то сердце, оно успокаивается, когда человек приходит к победе жизни и тревожится, как победы еще нет. Вот так же он должен жить. Допустим, события плохие наступают, чем это чувствуется? Вот здесь вот тревожно становится. Это значит, не хватает силы, энергии и счастья не хватает на это события. Нужно садиться перед изображением святого человека, начинать свою молитву. И когда вы чувствуете, вот здесь успокаивается, значит, вы побеждаете. А когда уже вновь тревога не возникает, значит, вы уже побудили. А если события требуют знания, тогда в сердце придет знание о том, что делать. Например, вы заболели раком. Можно вылечиться от рака или нет? И придумывать нельзя. Это означает, где причем. Но если человек в молитве живет, он чувствует можно. И он идет туда, где его вылечит. Может быть, это и выпьет от организационной медицины, но он откроет хорошего врача. Нотальник, либо лечивается какими-то другими способами. Но я сейчас не буду ничего конкретного говорить. Потому что это может вас бить правильные пути. В целом, я просто привожу пример, как побеждается судьба. Она побуждается сердцем. А не то, что ты метаешься. Откуда? Что делать? Вот приведет такой пример. Допустим, на джану уходит муж. Что ей нужно делать? Ей нужно его возвращать и, наоборот, отпустить. Отпустить, он скажет «спасибо». И ушел. Все. Стало «спасибо» и очень благодарен, что отпустил. Второй вариант. Второй вариант. Вариант всегда один. Отпустить, да? Оставить с собой, да? Молиться. Молиться, да. Правильно. Внешне. Оставайся. Если я тяну человека назад, он еще больше нагреет. Он говорит «ты пошла бы». И чувствует себя право, что она такая нишина, значит, это ее проблема, что я ее спасаю. Видите, нет выхода. Когда тянуешь к себе человеку нагреет, отпускаешь только свидание. Ничего не сделаешь внешне. Уходит. Человек не может ничего сделать, он теряется. Но если человек начинает молиться, вот тогда его уже никуда не будет одеваться. Потому что события зависят от сил, которые действуют. Если ваше молитву побеждает, у него будут другие силы в судьбе действия, которые его не пустят туда. Там будет плохо в отношениях. А здесь будет хорошо. Потому что, когда человек уходит, то счастье бывает только два варианта. Или там, или здесь. Если вы победили, там, значит, будет пускалбаса начнется. Система ясна? Побеждает сильнейший. А если опыт молится, то победит тот, кто стоит на стороне Бога. Запомните. Потому что беда объясняет, что ниточка вот эта вот, которая завяжется. А мне все время кажется, вот почему-то кажется, что между мною и тобою ниточка завяжется. Вот эта ниточка завязывается не потому, что я этого хочу. Ты будь негадана, но глядя, да ее совсем не ждешь. И каждый вечер сразу станет так удивительно здоровым. Понимаете, ниточка завязывается потому, что так действует сила Бога. Я вам сейчас буквально покажу. Кто из вас пытался бросить человека близкого и не смог? Есть какие-то люди? Да, наверное, все. Кто остался вдвоем. Теперь сразу возникает вопрос. А кто не дал? Если я хочу бросить, кто мешает? Кто заставляет меня чувствовать близость к близкому человеку, привязанность, что я не могу без него? Я хочу быть с тобой, и я буду с тобой. Понимаете, кто это делает? Что за сила? Это божественная сила. Она нам не принадлежит. Мы же хотим бросить, а не получается. Это божественная сила. А если бросает человека против творья Бога и ее, тогда он получается по башке. Я изучал этот вопрос женщины в основном, когда бросает. У них остывает сердце, потому что из сердца женщины идет семейная энергия, сила семьи. Вот как семья создается? Когда у женщины из сердца идет тепло, определенная энергия, определенный период жизни у женщины идет тепло из сердца. Это тепло выживает у мужчины желание взять ее замужем. Потому что у женщины из тела идет энергия секса, желание наслаждаться. Кто наслаждался – бросил. Понимаете? У женщины из тела идет энергия сложнее. Хочется сексом заниматься. Это не значит замуж брать. Понимаете? Это сложные вещи. Для мужчин это разное. Женщина думает, что замуж выйдет уже в постели жены. Оп! Сорвалась она так. Сорвалась. Потому что не та энергия не действует. Есть энергия сердца у женщины. Она создает семью. Это семейная энергия, родственная энергия. Родственная. Это не означает сексуальные отношения. Родственная означает родственная. Это разные вещи. И вот у женщины, когда бросила мужа, у нее здесь вот эта энергия родственных отношений закрывается. И возникает два варианта. Если у нее сексуальная сила слабая, то вообще никого нет по кругу. Хочешь рожьего родственника. А если сильная, то мужик появляется и тю-тю потом. Со мной вот что происходит. Ко мне мой старый друг не ходит. А ходит в праздные сутки и постоянные недели. С темой ясно. Бросила мужа, значит. Вот в чем причина. Мужчина происходит все иначе. То есть вот когда жену бросает, жена играется в рассмотрение его совести. Она играет в правду жизни. И он на нос или мотает, или не мотает. Одно из двух. Если он как бы бросает жену, то тогда ему в жизнь приходит женщина, девушка моей мечты, королева красоты. То есть она приходит в жизнь. И он очень сильно влюбляется в нее. Без ума. Вот мужчина бросает, дальше следующий этап. Вот так происходит. Он влюбляется и говорит, все, блин. Олег Иначе был не прав. Мне еще лучше. Я бросил, мне еще лучше. Это только начало лета. И нашей любви. Дальше все происходит по интересному сценарию. Он влюбляется сильно, а потом его бросает. И он сильно страдает. Или второй вариант. Мы даже не можем семью создать, а просто гуляем. И все. Два варианта мужчины есть. Но чтобы он бросил жену и потом счастлива за жизнь. И кого не бывает. Потому что семью создает Бог, а не мое половое желание. Понимаете? Вот в чем такое. Родственное отношение создает высшая сила. Это высшие силы. А не просто потому, что я хочу так. «Одней так много холостых на улицах соратала. Одней так много холостых, а я люблю женатого». Это твои проблемы, моя хорошая. Твои проблемы уже. Понимаете? Потому что это ничего не меняет твою жизнь. Значит, у тебя не туда работает система. Потому что Бог не соединяет с женатым. У него уже там закрыто. Понимаете? У людей или сердце открыто, или сердце закрыто. А если она любит женатого, а у него же есть семья, дети, у него сердце, энергия роста, отношения закрыто уже. Все. Она, значит, просто хочет наслаждаться им. Это не любовь. Любовь настоящая и может иметь в природу верность. Верность. Это означает божественную жизнь. Поэтому, если мужчина в шок другой, она молится и та молится. Кто победит? Та, которая молится в том ключе, который хочет Бог. А Бог соединяет людей, и поэтому Он охраняет души. И зачем люди венчаются? Они подтверждают свое желание Богу, как говорят, не согласны. Венчаются. Венчаются. Как стресс побеждает внутренняя жизнь? Молитва. Это сечение святых мест. Когда человек наполняется энергией счастья, высшей энергией счастья. Есть энергия земного счастья, она по судьбе приходит или не приходит. А есть энергия высшего счастья, она приходит тогда, когда человек к ней прилагает усилия. И она не зависит от судьбы вообще. Вот если человек высшее счастье получает, хоть плохо ему должно быть по судьбе, хоть хорошо, ему все равно будет хорошо. Понимаете? Это не зависит от судьбы вообще. Фаталисты считают, что как по судьбе положено, так и будет. Ничего подобного. Если человек ведет внутреннюю жизнь, он будет побеждать свою судьбу. Будет положено по-другому. Заболеет, помрешь. Ушел, все, развод. Это фаталисты, как считают. Ничего подобного. Я видел много примеров, когда возвращается человек, если ты ведешь себя правильно. Теперь несколько вопросов. В целом, материала очень много. И у нас будет время на вопросы. Знаете, когда? Завтра в пол шестого. Если вы за полчаса пораньше придете, я тоже приеду. Вы мне пишите записки. Это называется открытая консультация. Когда вы открываете сердце, встаете, или просто хотя бы залагаете на бумагу, то тогда это пойдет вам на пользу. А если вы меня куда-то в единенное место тащите и спрашиваете, то это не приводит к хорошему результату. Знаете почему? Потому что если человек честен по отношению к своей жизни, он и перед кем ничего не скрывает. А если даже он хочет скрывать, то можно просто, чтобы Олег Инатчев это отгласил в Брексель. Идет примерно такой же результат. Можете спросить что-то? У нас есть несколько вопросов по судьбе и не по здоровью. Там поможет только молодой человек. Сейчас у нас будет уже вести это практически. У меня такой вопрос, что молюсь, посещаю храм, читаю на основании святых отцов. Но когда в жизни все хорошо, то я посвящаю ему много времени и все хорошо идет. Но когда тяжело, то нет вот этой уверенности, что это помогает и что это нужно продолжать. И вот у меня вопрос как в тяжелые моменты перебороть вот это неверие. Что значит, что у вас никогда веры не было? Потому что когда у вас все хорошо, то вы на вдохновение живете и молитесь. У вас есть силы надо. А когда все плохо, человек молится из веры. Потому что у него нет выхода, он чувствует, что ничего не поможет, кроме этого. Вера употребляется через отношения с теми, у кого она есть. Нужно помогать, заботиться о тем, у кого есть вера, служить им. То есть служить означает задавать им вопросы, получать расставление, помогать им в жизни. У тех, у кого есть вера. Вера не перетекает от одного человека к другому. Особенно важна совместная молитва. Если у вас есть такой человек, с кем вы вместе можете помолиться. Вера сильно будет перетекать в ваше сердце. Как же вера перетекает, когда за вас молится? Потому что ваше сердце может наполниться счастьем не только с помощью вашей силы, а с помощью силы какого-то другого человека. И тогда вы поверите, что это работает. Он за вас помолится и вы почувствуете силу. Вера приходит через практику. Вера – это вопрос практики, а не теории. Вера никогда не приходит через теорию. Теория только может дать раметы на веру. Но только практика жизни дает настоящую силу внутреннюю, способную в горе направить свой разум именно в этом направлении. Вера – это то, куда хочет стремиться разум в другую минуту. Цель, в которой стремится человек, это называется вера. Вера – это путь к цели. Когда трудно человек делать то, на что он верит. Спасибо. Вот спросили меня, как я отношусь к какому-то определенному учению. Я вам сейчас отвечу на этот вопрос. Я не буду отвечать на такие вопросы, как я отношусь к какому-то учению. Если вы хотите понять какое-то учение, спросите этого того, кто этому учению следует. И он вам скажет свое понимание. Если вам это понимание не понравится, идите другим путем. Если понравится ум, пробуйте идти. Единственное, если вы хотите знать мое отношение в целом к верам, различным, то я вам скажу, что если вера не признает, что есть Бог, считая, что есть просто истина какая-то там и так далее, то это вера не имеет истинной природы. Это правда, что есть истина абсолютная, но это энергия Бога. Если в вере понятия Бога нет, значит, эта вера не совсем развита. А если в вере вообще даже нет, даже истины и Бога, ничего светлого нет, то это ложная вера. А ну, кто-то некто верит сатану, это ложная вера. Истинная вера всегда нет понятия Бога. Но Бог, Он может проявлять себя как угодно. Он дает разные виды знаний людям, разные направления. И поэтому, в целом, есть признаки. Как определить, что это направление правильной веры? Если есть святость в мире, есть святые люди, откуда святость возникает от Бога? Значит, люди — это вера правильная. Если вера меняет к лучшему жизни людей, она правильная. Если Священное Писание древнее, оно проверено временем, оно правильное. Потому что время все ложное уничтожает, только истинное остается. Все ложное уничтожает. Знаете, сколько было учений? Тысячи учений. Но Библия осталась. Все остальное учитывало. Понимаете? Коран остался. Веды остались. Тора осталась. Вот эти Писания истины. Они просто по-разному служены для разных складов ума. Но в целом все это крипету. Дальше Ваши вопросы? В общем, с мужем мы вместе 20 лет. И были в трудных времена, и в эти трудные времена муж мне сказал, чтобы я ее маму больше не называла. И я общаюсь с его мамой постоянно. И Madeleine, и Яне... А как ее называют? Он мне их сказал. То есть конкретно как называть, он не сказал. Он мне назвал, М setleine, больше мама, она тебе, не мама. И я теперь с ней общаюсь, и мамой ее не называют, то есть вообще ее не как не называют, и как правильно? Правильно, то мама называть. То есть не слушать это мужа? Нет, не надо его слушать, называйте его своему мебиным. Можете сказать ей, что я чувствую, что ты моя мама, но называть я так не могу, потому что муж запутил. Тогда мы никого не обманем. И он спросил, почему он так сказал, что я чувствую. Сейчас микро кончится, на первый ряд. На первый ряд микро кончится. Если женщина взяла, все. Олег Федорович, большое спасибо вам за лекцию, за то, что вы вообще приехали на выпуск. Огромное вам спасибо. И у меня такой вопрос. Вы когда говорили про эту невереную энергию. Благость, страсть, нежество. Вы говорили про нежество, не про страсть, а что там все как и смешано. То есть туда, туда, сюда, напряжение. Как преодолеть, как выйти в плакость перед ними? Это все постепенно приходит. Не нужно пытаться преодолеть страсть. Не нужно бороться со своими чертами характера. Понимаете, что это просто наказание. Наказание уходит, когда нас прощают. Если человек пытается избавиться от обидчивости. Это бесполезное занятие. Невозможно сделать. Потому что обидчивость, человек обидчивость, потому что он этим наказан. Но если человек начинает, допустим, думать о воле и молиться, или делать правильные поступки совершать, тогда в этом случае обидчивость как будет сама. Потому что приходит время, и наказание прощается. Поэтому человек не должен думать о том, как исправить свою жизнь, стать благостным. Но это означает, что он хочет подарков в жизни. Надо просто жить правильно. Придет время, и страсть, и напряжение внутреннее уйдет само. Наказание отступит от вас. Люди, которые хотят счастливой жизни, они не служения, не труда, они идут неправильно путем. Поэтому я не всегда задаю такие вопросы у меня. Олег Геннадьевич, как сделать так, чтобы этого у меня не было? Нужно не так задавать вопросы. Олег Геннадьевич, что я должна сделать для других, чтобы исправить свою характеру? Как мне помочь другим, как мне заботиться о других, а не как мне думать о своем счастье? Олег Геннадьевич, скажите, пожалуйста, почему основой вашей теории являются именно веды? Потому что это самые, ну, как бы, древнейшие, да? Нет, 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 не по этому. Это все зависит от наклонности человека, от его бедра не скрыли. Просто от наклонности. Вот, допустим, если меня спросит, а почему ведь иначе вот такую девушку выбрали? Что, это самое лучшее вообще счет в жизни бывает? Нет, ну, просто, как моё. То, что мне понравилось. Афеллера тоже. А вообще, Вели, это самые древние писания, как вышла вам известны? Или еще есть что-то подобное? Есть еще разные писания. Всякие. Слово «самый» указывает на скраску. Фанатики. Фанатики говорят, у нас самое лучшее, самое ассоциальное. Вообще, единственное, все. Все остальное – это невежество, зло. Это означает, что человек не понимает, как устроить этот мир. Есть три категории верующих людей. Верующие вклады, если они признают гармонию в этом мире, что Бог создал все правильно. Потому что есть разные веры. Между ними должна быть ружба и принятие. Нужна терпимость по отношению к другим веры, принятие. Люди в страсти верят только в свою веру, именно любят другие, а не фанатеи. А люди в невежестве, им вообще все пара-папара-пам, они просто отрекутые веры носят и вообще ничего не делают для Бога. Просто говорят, я такой-то, и все. Но при этом ничего не делают, как верить на люди в невежестве. Люди в страсти делают, но делают фанатичные, ненавидят другие. Они больше ненавидят, чем на самом деле думают о Боге. Потому что Бог приносит же светлое чувство, а не чувство ненависти в сердце. Если человек брызжет свиной, поставит на кого-то кричит, в чем заключается его вера? Вера означает любовь, прощение, доброту. Ваши вопросы, они имеют в страсти какой-то характер. Олег Геннадьевич, правда ли, что веры – это классно, и все остальное – фигня? Нет, неправда. Это фанатичный настрой. Фанатики обычно разочаровываются под то, что они верят, и потом говорят – нет, веры – это было не классно, а классно – это вот это. А все остальное – это Бог. И так фанатики постоянно скачиваются, но верки на веру. У них нет устойчивости, потому что они не понимают, что такое вера. Вера приводит к спокойствию сердца, к гармонии, а не к враждению. Вот смотрите, допустим, если девушка вышла замуж, хорошо. Ей звонят, говорят – слушай, я так женилась. Она что, говорит – здорово, я так за тебя рада. А если она плохо замуж, так говорит – я женилась. Она говорит – блин. Понимаете, чувствуете разницу, да? Если человек верит Бога, он участвует за всех, за разные веры, за другие практики, за все он участвует. Ему все нравится. Но если у него нет удовлетворения в сердце, то он ненавидит все другие культуры и веры, потому что у него нет счастья просто. Он недоразвит в этом вопросе. Вот и все. Все же просто, понимаете? Итак, о чем вы спрашиваете меня? У меня есть. Я слышала. Вы слышали? Мужчине, дайте мне пробовать. Женщине, ну что такое? Я тоже человек, кто на первом лице. Спасибо. Можешь такой вопрос. У моей жены есть старший брат, и родители жены, ну, теща с тесью, они, прямо скажем, больше любят старшего сына своего. Да. И получался страх, когда у него был ребенок, у нас родился ребенок, и жена очень страдала из-за того, что ее родители не уделяют нашему ребенку, ну, или нам, столько внимания, сколько ее старшему брату. у нее было просто, ну, проблемой. То есть, лакарно начали скобить. Лакарно, да. Но потом получилось так, что старший сын, ну, ее брат, он развелся, ребенок уехал, и все внимание подключилось на нас. Это было у нее счастье. Просто... Хорошая карна. Она, да. Она была просто вот... Да, просто Сергей Михайлович. Но... Но... Но сейчас ее брат нашел себе девушку. Правда, нашел девушку. Да. И все, и они опять подворачиваются от нас, и у нее опять трагедия. Опять лакарно. Вот. Сколько... Что это вообще такое? Это жизнь. На волну не делается. Я понимаю, но... Я как-то хочу быть виноват жену как-то... Ну, объяснить ей, может быть, то, что... Ее объяснить. И отсюда иди послушайте. Теперь я вам кое-что скажу важное. Есть три типа отношений к Караме. Первый тип отношений. Есть виновные, так же, спа. То есть, есть козелы к ущению. Означает... Ну, родители, конечно, жтёщие. Означает, Караме преодолимое, победитель невозможное. Если виноват кто-то конкретно в моей судьбе, победить невозможно. Второе отношение. Виноваты мы все. Это означает, что, по крайней мере, есть какой-то просвет. И третье отношение. Это я сам виноват в своей судьбе. Означает, что победа уже началась. Теперь скажите, кто виноват в вашей ситуации? Слушай, тёща, друг родной. По закону мы с тобой не проникли. А по правде же сказать, мы родня. Ты почти вторая мать для меня. Тёща, я люблю твои блины. Тёща, твои блины вкусные. Их аромат, и очень свежий вкус. Твоих блинов съесть много я берусь. Система ясна. Система ясна. Система ясна. Я ничего не ясна вообще. Нет. Система ясна не представляю, как в фирме. Это рекомендационная лекция. Вы просто на подсветку. Но очень смутно. Я вам из стана чётко объясню, что делать. Вы всё поймёте. И даже просто на лекции это не тяжёлый кадр. Вам станет всё пристально ясным и спокойным. Просто поймите такую вещь, что не тёща, а кто-то другой станет воплощением ваших страданий. Это всё действует просто незримой силой. Это ощущение, я теперь люблю этого, теперь люблю этого. Это действует судьба. Она переключает человека на то с одного объекта на другой. И с этим ничего невозможно поделать. Но если вы при этом свою внутреннюю жизнь восстанавливаете отношения с родственниками, тогда судьба не будет плохо действовать. Просто ваше ключи – это объём работы, понимаете? Объём работы. Сколько она весит? Вот столько работы. Нужно трудиться просто. Вы просто желаете ей счастья, молитесь, думаете о ней, прощаете. И у вас будет так, что она опять вернётся к вашему дню. Она будет о нём тоже думать. Но это ваша приправа. Там находятся страдания. Все расстрадания в вашей жизни вот там и с этим ничего не сделаешь. Это ваше испытание в жизни. Вы должны его пройти. И как вам проверить, чтобы сдали экзамен? Вы не даёте возможности судьбе опять мучить вас. Всё. Это через внутреннюю жизнь происходит. Это объём работы. Вот, допустим, если прибежите ко мне и скажете, почему у нас в семье на кухне всегда бардак, а на других комнатах нормально. Я вам отвечу, потому что такое. Ваша кухня, ваша судьба. Затем ничего не сделаешь. Надо просто трудиться. Просто не думать о том, почему бардак на кухне, а просто её убирать почаще и всё. Если мы проглинаем кухню, мы не сможем избавиться от ситуации. Если мы ищем виновных, бегаем и ищем, кто насорил на кухне. Я и ты тоже нет. Но если мы идём, просто убираем вместе кухню, то всё, мы победили с кухней. Надо трудиться. Не обсуждать, Лёшка, трудиться надо отношениями. Трудиться. Вторая песня лучше для этого. Можно, конечно, как бы мириться с ней, но лучше трудиться сразу. Не мириться, а сразу прийти и сказать. Тёща, 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 твои были вкусные. Вот и всё это сразу в атаку, понимаете? Вместе с внуком, с ребёнком. С её внуком вместе. Тёща, твои были вкусные. Мы тоже нравятся. Спасибо. Последний вопрос. Дальше у нас будет тренинг дальше, да? Здравствуйте, очень рада вас видеть. Я читаю ваши книги, слушаю семинары, правда, бандем я первый раз попала на семинары, где нужно вообще отслужить. А я на одном и мечтал рассудить. Человек, который слушает на лекциях, не мечтает. Вы знаете, вы говорите о ваших книгах, о ваших семинарах, что нужно, что не нужно, а было бы хорошо в другом учителе. По награду, по награду. То есть он само собой придет? Придет, когда вы достигнете того количества труда, которое нет для денег. Потому что я сейчас в основном с книгами. Вот книги, это знаете, как это все? Да, это первый этап. Да, общения очень мало. Они действительно придут в вашу жизнь. Страсть означает пустота в жизни. Люди в страсте имеют деловые отношения, у них нет близких отношений. Даже с родственниками они имеют отношения деловые. Они договариваются друг с другом. Люди в благости сердечные отношения имеют. Благость означает более развитие жизни. Для этого нужно постепенно развиваться, расти. И придет время, у вас появятся соратники, друзья, сердечные. Но в основном сейчас больше одиночества. То есть люди отходят в основном. Это все пройдет. Со временем, когда больше благости будет, появятся соратники, друзья. Потом постепенно жизнь придет к такому моменту, что появятся старшие в вашей жизни. Сначала друзья появятся, потом старшие. А потом уже наставники, потом духовный учитель. Духовный учитель выше наставник примут. Но запомните, все это движение идет по тому, что вы с самого начала века направили в нужное русло. Выберите себе в какой-то духовной культуре святого человека. Поставьте его или просто икону какую-то, которую поклонятся, или святое место. Как? Божья Матерь. Божья Матерь. Пожалуйста, изображение и понеслась. Моримся, кланяемся. Придет время, появятся друзья в вашей жизни. Потом старшие появятся в жизни. Старшие появятся в жизни. Потом появится наставник, а потом духовный учитель или духовник. Все это приходит постепенно со временем в жизни. Благодарю вас. У меня маленький вопрос. Вот просто маленький дополнение. А изображение обязательное? Нет. В мусульманской культуре книгу ставят святую. И верят в святое имя Бога, пишут Аллах. Поклоняются ему. Обязательно объект, связанный с Богом. Объект, связанный с Богом. Иначе не будет движения. Свет откуда-то должен поступать. Человек зависимый. Душа. Беда объясняет. Душа, она летит или от источника света, от солнца и гаснет. Или она поворачивает свою жизнь спять. То есть живет в позиции разума и чувства. И поворачивает свою жизнь к свету и начинает разгораться. Верующие люди разжигаются в жизни. И к жизни становится счастливее, потому что они идут к свету. Движение к свету означает святости. Если вы не поклоняете никакому объекту святости, то нет движения к свету. То есть вы считаете, прямое обращение не имеет силы? Имеет. Но оно непрактично. Потому что нужно обращаться к тому, кто тебя научит общаться с самым главным. Вот допустим, здесь два варианта. Вы пытаетесь встретиться с Путиным или встречаетесь с его секретарем? Пытаетесь подружиться сразу с Путиным или с его секретарем? Что практичнее? Я вам скажу точно на сто процентов. Если вы зацепитесь хотя бы чуть-чуть за тех людей, которые связаны с Путиным, придет время и вы прямо к нему попадете. То есть надо просто зацепиться за тех, кто к нему ближе. И все. И вы попадете сразу в отношения. Для этого, чтобы стать богатым, не надо упахиваться, как и шаг. Для этого надо просто войти в отношения с теми, кто имеет власть и богатство. Как только человек достигает этих отношений, то он получает сразу хорошую работу, хорошее образование, все, что ему нужно от защиты в жизни, все получает. Но Бог стоит выше, чем царь. Если вы служите тому, кто связан с Богом, тогда вы достигаете Бога. Богу тоже можно лично служить, но это более долгий путь. Ближе, когда ты подсоединяешься к тому, кто с ним связан. Система ясна? Части. Части я вам скажу, почему не ясна. Веды объясняют, что только гордые люди не хотят служить тем, кто служит Богу. Мешает только гордостью все. Больше ничего не мешает. Да кому-то еще Богу служить. Только Богу. Ясна. 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 Я живаю всем в честь. 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 Я живу 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 всем в честь.